Добрый день! С вами Ольга Канонникова. Сегодня я вам покажу, как можно сделать розочки из кожи. Я сделала вот такую белую розу из кожи. Она у меня сделала изначально ее не пышной, а наоборот более такой приплюснутой. Потому что она будет у меня использоваться для шляпки. Вот так она выглядит у меня с лицевой стороны, вот так она у меня выглядит с изнанки. Кожа достаточно хорошая, и я считаю, что вот в данном случае для шляпы розочка получилась очень даже неплохая. Такая винтажная. И изначально я не хотела делать мастер-класс, но сейчас просто хочу рассказать, как это делать. И к ней я еще сделаю маленькие бутонные розочки. Делать буду практически по той же выкройке. И поэтому вы сейчас все увидите. Итак, выкройка этой розы, для тех, кто хочет именно сделать вот такую, я вам дам у себя в контакте. Вот она так выглядит. Здесь, в общем-то, три вида лепестков. Маленькие, средние и большие по пять штук. И листики один побольше, другой чуть поменьше. Вот так выглядит подклеечка под нашу розочку. И, в принципе, ничего здесь сложного дальше нет. Обрабатывается она буквально вручную, без использования инструментов. Клей для обработки у меня уже разведен. Мастер-класс о том, как делать наклеевой состав, у меня тоже есть. Можете посмотреть. Для маленьких розочек я приготовила не только белую кожу. Вот такую я использовала для моей вот этой розы. Она натуральная, но с покрытием, с таким блестящим покрытием. Это ее лицевая сторона. А Бахтарма выглядит вот так. Она такая очень мягкая, такая бархатная. Мне она очень понравилась. Из нее я делала листики с листиками на лицо. И когда делала лепестки, то вот маленькие и средние, я их сделала лицом. Видите, в эту сторону вот лицо, а выгибала их на Бахтарму. То есть она у меня здесь как бы матовая получилась. А крайние лепестки большие лицом делала на вот блестящую сторону. Здесь вот она у меня уже глянцевая получилась. То есть вот эта матовость с глянцевостью, это как бы дополнительный декор нашей розы получился. Итак, для маленьких розочек я беру ту же выкройку, только беру лепестки уже самые маленькие. Вот. Вот. И таких буду делать три розочки. И для этих трех розочек, то есть выбираю самые маленькие лепестки и выкраиваю их по четыре штуки на каждый лепесток. То есть четыре, четыре и четыре. Вот для этого я использую еще вот ватные серединки для каждой розочки. Как делают такие серединки вы знаете, проволока складывается длиной где-то 20 см, складывается пополам. Между ними прокладывается вата и вот так вот скручивается вот в такой вот бутончик. Итак, значит, кроме этого я еще взяла вот такую серую кожу. Она с одной стороны вот это лицо ее, она более бледная. С другой стороны вот ее пахторма, она поярче, она такая темно-серого такого вот цвета. Мои розочки будут по черную шляпу, поэтому я специально взяла вот такой цвет, чтобы она больше хорошо подходила к черному. То есть это не будет сама роза беленькая, вот ее лепестки, листья и подклейки будут вот такие темно-серые, то есть почти черные, да. Кроме того, для вот обклейки наших серединок я еще вырезала вот небольшие такие вот обрезочки по две штучки на каждую, чтобы обклеить нашу серединку. Ну и теперь нам нужно полностью все наши детали. Да, кстати, вот насчет маленьких розочек я немножко уменьшила подклейку. Вот я ее сделала поменьше, чем она у меня вот тут. Тут она у меня, видите, какая большая. Я сделала чуть поменьше. Это чисто вот сама интуитивно, просто поменьше вырезала и все. И листик точно так же взяла листик от нашей розы белой и вырезала его такого же, в принципе, примерно такой же высоты, чуть ниже, и сократила ее размер. Вот и, в принципе, и все. Здесь у меня 7 листиков получилось и на 3 розы по 4 вот таких вот лепестка получилось и вот 3 подклейки. Теперь нам полностью это все надо, все наши детали обработать глиевым раствором и свернуть их, подготовить их для дальнейшей обработки. Как это делается, можете посмотреть у меня в мастер-классе. Сейчас я вам покажу, как делать серединку. То есть берем 2 лепестка, смазываем их клеем, берем в одну серединку. Размер лепестков, как я вам уже сказала, определяйте самостоятельно в зависимости от размера вашей серединки. Вот, как следует, размазываем клей на 2 лепестках. Вот, берем, ну пусть вот этот, мне же прикрепился к руке. Берем и вот так вот сверху покрываем нашу ватную серединку. Наша задача, вот, закрыть, сделать красивую верхушку. Заклеить ее вот здесь внизу лишняя часть. Ну, чтобы вот так вот скрыть. Главное, чтобы вот эта верхушечка у нас красиво заклеилась и не было видно ваты. Вот, сейчас берем второй лепесток и вот так вот закрываем вторую часть. Вот, кончик должен быть идеально красиво заклеен. Вот здесь вот можно вот так закрыть. Вот таким образом мы делаем 3 вот таких бутончика, да, на которых будем уже сажать лепестки наших розочек. Вот, все наши детали смазаны уже раствором клея. Они уже полежали у меня где-то минут 15. Теперь можно перейти к их сборке. Значит, собираем полностью вот подклеечку вместе. Вот так все 5 лепестков. И вот таким образом их сжимаем, как будто выкручиваем. Вот таким образом мы делаем подклейку. Что касается лепестков, то вот смотрите, правая сторона. Мы переворачиваем лист по правой стороне, сгибаем на пополом. И далее с двух сторон делаем гармошку. Вот так. И вот основание притерживаем, а сам лепесток таким же образом вот так перекручиваем. Вот так обрабатываются все лепестки. Что касается алистиев. Ну, берем алист. Правая сторона у нас будет вот так левая. Ну, то есть в действительности это будет бахторма. Мы сгибаем алист по средине. Вот так вот по лицу, то есть по бахторне. И его по вот прожилкам, которые якобы вот идут, как у наших листьев. Обычно вот в эту сторону идут прожилки. Поэтому именно вот так по косу мы, ориентируясь посредине, вот так раскладываем наш лист. И получается, что листик у нас сложен. Вот по нужным нам линиям. Все. Вот так. Вот так мы подготовили лист один. Точно так же мы подготавливаем все наши листики.